Я эту историю вообще никогда никому не рассказывала. Татьяна, мы нашли ваши фотографии обнаженного характера. Он шантажист дал сколько-то дней на подумать. Мне кажется, если бы каждый человек учился в своих испытаниях искать рост, наш мир бы поменялся просто кардинально. Так разумно можешь выбрать человека, а потом уже направить на него свои чувства. Немало учениц действительно повыходили замуж по твоей системе. И потом все остальные годы я носила в себе дичайшее чувство вины за вот этот поступок. Да, на эротических сайтах мне показали. Чистые стоимости в квартиру, полный дом помощников, бизнес-класс и так далее. Оказывается, что я в этом не одинока, и очень много женщин. Есть какие-то поступки в прошлом, которые они считают ошибками, и которые сложно вспоминать и вызывают очень много стыда. Путь от наших собственных представлений о себе до того, кем мы являемся на самом деле. Приветствую вас, дорогие! Это Екатерина Самойлова. И сегодня у нас интервью с потрясающим человеком, прекрасной женщиной, с которой мы знакомы уже, я пыталась вспомнить, больше пяти лет примерно. Около, да. Татьяна Салимова, автор бестселлера, автора вообще нескольких книг для женщин, а также курсов по личностному и духовному росту для женщин, по созданию семьи, женских состояний, темы духовности тоже касается. И также основатель школы создания семьи. И кроме этого, мама, супруга, художник, кстати, очень красивые картины. Я думаю, что мы тоже здесь покажем. Танечка, ты для меня человек достаточно такой объемный, многогранный. Мы с тобой общаемся уже несколько лет. Ты сама себя, я знаю, что в разные периоды ассоциировала по-разному. Вот сейчас в твоем пути, я знаю, что сейчас глубокие духовные процессы происходят. Как тебе сейчас себя комфортно идентифицировать и комфортно ли вообще идентифицировать себя? Благодарю за вопрос, спасибо огромное, очень я рада приветствовать и твоих зрителей. И благодарность огромная за приглашение в нашу беседу с тобой. По поводу позиционирования, пожалуй, это один из самых сложных вопросов для меня, потому что достаточно сложно уместиться в какую-то одну или даже несколько формулировок. И вот последнее, к чему я пришла, это, пожалуй, просто автор книг и программ для женщин. Такими общими штрихами по личностному и духовному росту. Вот, пожалуй, так. Можно там углубляться, конечно, еще далее. Автор школы создания семьи со своим супругом, мы как сооснователи. Кстати, да, говоря о теме создания семьи, ты в свое время внесла достаточно значимый вклад в мой путь своим курсом. Когда я, уже это три года назад было, вошла в цикл свиданий, чтобы встретить своего супруга, твой курс мне помог быть в правильном настрое, чтобы пройти этот период, да, 9 месяцев я ходила на свидания. Круто. Прежде чем я его встретила. И я тебе очень благодарна за этот вклад, потому что, да, твои какие-то знания, опыт, лайфхаки, которые ты передавала на тот момент, у нас с тобой такой процесс взаимообмена происходил. И я вот благодарю тебя за твой вклад, потому что я его чувствую в своей жизни. Я очень-очень рада. И как раз тоже благодарна тебе за такой энергообмен, потому что благодаря тебе и нашему взаимодействию я, пожалуй, пыталась сформулировать, вот как это можно обозначить в слова, что именно произошло. Ты для меня скорее такой очень важный проводник, благодаря которому я собрала, так скажем, путь своей души по различным измерениям и цивилизациям, планетам, как бы это эзотерически не звучало, вот. И тогда это было для меня достаточно расширяюще. Очень много о себе я дособрала через вот эти практики, медитации, которые даже сложно назвать медитациями. Я помню вот этот клуб, клуб медитации. Для меня это были как что-то типа практик выхода из тела, возможно, вот, какие-то внетелесные опыты скорее, вот. И это было очень многогранно, многомерно, очень обогатило в целом мой путь. И когда ты не просто знаешь, что, да, ты душа, ты частичка источника, но при этом ещё ты более тонко понимаешь, какие энергии у твоей души, какой у тебя опыт, какая именно душа, какие особенности, было супер увлекательно поисследовать. И вот твой вклад в этот путь очень такой достаточно существенный. Да, да, это правда. Я вот сегодня, пока мы с тобой собирались, у меня прям флешбеки были нашего знакомства, когда ты приехала на Бали и узнала, что я тоже здесь. Да, 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 это интересно. И мы на тему медитации как раз общались. Такой сейчас интересный цикл, потому что я уже уехала с Бали, и ты тоже уезжаешь с Бали скоро, да. И вот у нас такой пятилетний цикл прям завершается, да, как мы тогда встретились сейчас вот это интервью. Давай немножко про твою историю. Я уверена, что кто-то тебя знает и знаком с ней, но уверена, что есть и те, кто не знают. Как ты вообще пришла к тому, что... Почему тема создания семьи? Почему ты вообще вот в эту психологическую образовательную стезю пошла, начала про это книги писать? Я долго думала, с чего же вообще всё началось, и по сути упирается всё вообще там куда-то глубоко в детство. У меня мама тоже психолог, и с детства у нас было очень много книг и по различной философии, психологии, психотерапии и религии разные. И как бы я была изначально в такой вот атмосфере саморазвития, так скажем. У моей мамы также была духовная наставница, когда мне было лет 8-9, у нас дома были картины Николая Рериха, Святослава, и вот эта вся философия их семьи, мне как-то вот она была в общем рядышком со мной. И как-то такое случилось, видимо, переопыление, что около 18 лет, мне тоже стало это интересно, и я когда уехала поступать в Казань из набережных Челнов, я взяла с собой первые книги, которые вот мне прям очень сильно срезонировали на тему духовного развития. Нет, тогда были грани огней йоги, первый томик, и даже, наверное, это было изначально космические легенды Востока, про мироздание, космос, короче говоря, было две темы ведущие в моей жизни, которые были очень важны мне. Это тема духовного развития и тема отношений, то есть вот сколько себя помню, когда я была маленькой девочкой, были какие-то у меня влюбленности, были какие-то вот сразу вопросы по поводу взаимоотношений, любви, влюбленности, вот, и где-то лет с 18. С 18. и 16. я начала изучать и популярную психологию, все, что касается отношений мужчин и женщин, просто у нас дома была библиотека, я как бы все изучала, мне было интересно, это вот с этого все началось, можно сказать. Такой уже более ключевой момент, это когда у меня мои одни из первых отношений были достаточно болезненные, и после которых мне захотелось создать вот следующий союз мужчиной уже максимально осознанно, так, чтобы это была крепкая семья на будущее. И я понимала, что для того, чтобы семья была крепкой и, так скажем, синергичной, да, чтобы была вот эта вот магия между партнерами, очень важно в самом начале потрудиться, вот, чтобы потом было легче. И также мне стала интересна тема управления чувствами, то есть и на своем опыте я также пришла к тому, что оказывается можно сначала выбрать человека, так скажем, с помощью разума, да, без вот этой пелены влюбленности, когда у тебя стирается адекватное восприятие реальности. Ну, ты понимаешь, о чем, да? Все такое, наверное, проживали в своей жизни. И когда ты вот так разумно можешь выбрать человека, а потом уже направить на него свои чувства. То есть у меня где-то, возможно, изнутри какие-то знания по этому поводу где-то там активировались, но я точно знала, что у меня так получится. И я изучала эту тему, и, собственно, у меня так получилось. То есть я достаточно около, вот после болезненного разрыва, около пяти лет активно изучала тему отношений и зарождения чувств. Также и параллельно был у меня духовный путь, мой собственный личный, вот. Ну, тоже было такое, можно сказать, раскрытие, связь с учителями духовными, если так можно сказать. И это параллельно была какая-то очень внутренняя важная трансформация. И как раз таки я ходила и на очень большое количество свиданий тоже. Это был суперважный период для меня познания себя. То есть, казалось бы, тема отношений, но через это я ловила такое блаженство познания себя. И каждый раз это было вау. Я на новом уровне восприятия реальности, когда вот у меня были страхи определенные там, да, когда я ходила на свидания с мужчинами, а раз их уже нет. И я могу свободно говорить, например, о своих желаниях и так далее. Совсем недавно я даже пришла к выводу, что вот ключевым был последний год перед встречей с мужем. Так всю жизнь меня устроила, что я жила одна. И это было для меня максимально благоприятно, потому что это было что-то типа годовой випассаны для меня, где я могла одна быть в своих практиках, в своем таком сокровенном общении с, там, скажем так, с источником, с учителями. Я тогда читала еще активно книги «Две жизни», четыре тома. Это как раз я их читала четыре года подряд, и они как раз пришлись аккуратно вот на тот период. Я тоже читала, по году каждую, смотрю я просто каждую строчку. И каждая глава была как посвящение. У меня было очень много сокровенных, сакральных процессов по ходу, и как раз тоже была связь с образом Матери Мира. Эта картина тоже меня сопровождает вообще всю мою жизнь. Это был такой очень красивый путь самопознания. При этом я очень активно изучала тему отношений, как личные границы отстаивать, как доносить о своих желаниях доброжелательно, взращивала уважение вообще в целом к мужчинам. И мне очень нравился этот путь. И то, какой я стала потом, это для меня было большой радостью. И вот я всегда говорю о том, что, пожалуй, самое такое величайшее счастье в моей жизни, которое я испытывала, это от ощущения внутренней свободы. Когда ты раз и на новом уровне восприятия реальности, и то, что ранее на тебя влияло и тебя сковывало, это такие все возможные внутренние ограничения, там страхи, тревоги, какие-то программы. Раз, и это на тебя не влияет. Например, вот страх одиночества. Очень интересен был путь, как я это преодолела. И получилось так, что вот это ощущение себя на новом уровне, когда это на меня не влияет, это было настолько красочным ликованием вообще всего моего естества, что это сложно сравнить с каким-то еще опытом. И как раз, когда я вот ощутила вот пик вот этого ликования, что вау, я на вот этом уровне, как же здесь прекрасно. И, конечно, я уже, как сказать, с того момента прошло достаточно много лет, но на тот момент это было для меня очень важно и не бывало. Ну, то есть прям это супер такой был новый уровень. И как раз-таки после этого ощущения я вот и встретила своего супруга, с которым я смогла выстроить все вот просто максимально так, как я сама хотела. То есть вот у меня были определенные стандарты, ценности, как именно я хотела, чтобы все происходило в наших отношениях изначально. И вот по моему сценарию все и происходило. То есть там не было ни малейшего грамма, какого-то предательства себя. Я была тотально верна себе, просто абсолютно в каждом своем слове при построении отношений. На первом свидании и на 21-м и так далее. И это все для меня был очень интересный путь. И тоже, как наша история знакомства, это тоже и моя школа такого роста внутреннего, и его в том числе. Конечно. Это было очень красиво. И, возвращаясь к вопросу, я прямо издалека начала. Как родилась вообще идея создания проекта? Это настолько родилось естественно и органично, что когда я проходила опыт вот свиданий и изучала тему построения отношений, я одновременно много лет уже вела социальные сети. То есть я такой человек, которому очень нравится делиться чем-то. То есть это и красота эстетика, и красота еще на уровне знаний, отношений. И я в социальных сетях делилась не отношениями, а именно просто саморазвитием, какими-то вопросами, которые мне были актуальны в теме самопознания. Я специально не делилась в этот период темой отношений, потому что чувствовала, что я сама должна сначала достичь той точки, где я создала свою семью. И тогда я ощущала, что вот тогда у меня будет такая огромная сила помогать другим, потому что даже просто находясь рядом, если у человека есть именно реализованные знания, это, ну ты понимаешь, о чем я, имеет огромное значение. Я просто интуитивно это ощущала и не делилась там где-то года два-три-четыре, не делилась этой темой. Но при этом интерес ко мне как личности, вероятно, рос, и люди понимали, что я как бы в теме саморазвития. И когда у меня получилось все реализовать просто по высшему стандарту, как вот мне хотелось, меня настолько переполнял этот опыт, что вот было такое состояние, что вот невозможно не делиться. Ну типа меня сейчас разорвёт. То есть там вообще не стоял вопрос, дай-ка я создам какой-то проект. А какая тема была бы выгодна, актуальна или там ещё как-то? Нет, ума. Вообще нет. Это было просто, если я сейчас не поделюсь, со мной что-то произойдёт. И причём до того, как я сама, получается, прошла этот путь и не создала свою семью, я понимала и даже говорила своим подругам некоторым, что это стопудово выльется в какую-то либо книгу, либо вебинары. Ну то есть я понимала, что это стопудово куда-то выльется, но не знала в какую именно форму. И, конечно, я не могла предположить, что это выльется в такую огромную школу, которая просуществовала там 6 лет уже на сегодняшний день и прошло более 12 тысяч учениц. И получилось так, что это достаточно как бы легко само воплотилось.